Как команда втягивается в этот сезон и, наверное, такое продолжение, вопрос о самом памятном для вас матче между Локомотивом и Спартаком, даже не обязательно за последние годы, а вообще вот в целом? Ну, сложно для нас, потому что большая группа игроков, она имела продолжительный отпуск, вернее, наоборот, короткий отпуск, но команде присоединилась в последний момент, буквально за неделю до старта чемпионата России. Очень сложный календарь получился после Суперкубка, 120 минут играть, а потом нужно было через два дня лететь в Уфу на синтетику. Ну, эта тема уже, она говорится давно, почему их происходит, непонятно. Немножко разное функциональное состояние игроков, потому что провели разное количество тренировок. Присоединился сейчас к нам Краковера, к Жежев, к нам присоединился. Он работал по индивидуальной программе, сейчас со всеми вместе готовится к матчу. Слава Богу, травмированных, нет, все готовы играть. Насколько беспокоит, что команда пока еще не забивала, да, вот после возобновления этого сезона, или, на ваш взгляд, это временная мера, и уже есть какие-то готовые решения для того, чтобы этот голевой дефицит преодолеть? Ничего страшного. Самое главное, чтобы моменты были. А моменты у нас есть, их много, и мы забили в Лол-1, который не засчитали. Я надеюсь, что судья, который ошибся, тоже понесет наказание. В связи с этим, как относитесь к тому, что в чемпионате России пока не используется система ВАР, которая активно применялась во время чемпионата мира? Были разные отзывы, кто-то считает, что она тормозит динамику игры немножко. Вот ваши отношения, и как бы отнеслись, если это нововведение, например, со следующего сезона и у нас появилось? Нужно это нововведение с этого сезона делать, и как можно быстрее. Я об этом говорю уже два года. Это жизнь уже заставляет это делать, это помощь судим. И нужно сделать это как можно быстрее, все будет честнее и четче. И уже не будут ни тренеры, ни игроки, никто, ничего говорить в адрес судьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова